Ребяточки, всем привет! Ну что я хочу сказать, вы уже поняли, где я нахожусь. Я читала все ваши комментарии. Спасибо вам огромное за поздравления. Мы тоже рады, счастливы безумны. Вот. Ну, особо рассказывать мне нечего. И, собственно, я, как ранее говорила, здесь не будет мамского блога. Вот. Продолжаю вести свой инстаграм в том же режиме, в каком и вела. Вот. И сейчас, единственное, я хочу вам сделать обзор палаты. Потому что мы вместе с вами собрали мне сумку в роддом. И мне многие советовали взять полотенце, тапочки и так далее. А сейчас я вам покажу, что здесь есть. Ну что, погнали. Итак, моя комната. Комната ребенка. Пойдемте сюда. Здесь, собственно, как раз-таки то, о чем я говорила. Здесь есть абсолютно все. Вот такая вот колыбелька. Люлька. Шкафчик. Кроватка. Пеленальный столик. Все необходимые средства гигиены дают. Также дают пеленки. Ничего особо не привозила. Также дают здесь. Памперсы в неограниченном количестве. Ботики. Ботики. Все простерилизованное. Все чистенькое. Здесь раковина для мытья. Попея. Дали нам вот такой вот классный, кстати, крем. Попный. Так, что еще? Что еще? Так, такой вот небольшой коридорчик, где стоит холодильник. Первый санузел. Ну, здесь раковина. Души здесь нету. Потому что это такой гостевой, в общем, санузел для гостей, который тебя приходит навещать. Понятно? Дальше идем. Еще один санузел. Как раз-таки это мой санузел. Здесь уже есть и душевая кабина, и также предметы женской необходимости, которые также вам дают. Фен. Хотя я вам говорила, что я люблю мыть голову и сушить голову своим феном. Вот я с собой взяла мои крема. Моя расческа. Но если вдруг вы... Ну, мыло, гель для душа, кондиционер для волос, крем для тела, шампунь и также, да, зубные щетки. Ну, здесь тоже моя косметичка. Моя косметичка. Ну, собственно, как-то так. Туалет с подогревом. Если замерзли, можно присесть. Прямо как в Японии. Мне кажется, мы просто попали в отельчик, который находится в Японии. Так, ну что, идем ко мне в комнату. Здесь у меня кровать. Крутая кровать, кстати, на пульте управления. Можно ее там просто в трансформер превращать. Ящичек. В этой полке таблетки, которые нужно принимать. Если что-то вдруг болит. Также салфетки дают. Все, здесь все, что вы видите, все это мне принесли. То есть я ничего не покупала. То есть бутылки с водичкой. Все приносят. Ну, тут шкафчик. Сейф. Махровый халатик вам дают. Если он вам нужен. Видно, здесь мои вещички. Так, что еще показать вам? Что еще? Телевизор. Мама вот ко мне пришла. Привезла мне цветочки с Николькой. Я вам забыла показать. Самое крутое. Это тут есть ресторанное меню. И вы можете заказывать себе еду прямо в номер. в 24 часа. Круглосуточное меню. И меню из кафе. В общем, здесь просто рай. Я в пятизвездочном отеле прибываю. Сейчас я себе запрожу чашечку кофе. Ладно, сейчас покажу вам еще свой послеродовой живот. В общем, смотрите. Ну, если честно, не так уж и плохо. Я думала, будет хуже. И, кстати, многие спрашивают, как я рожала сама или кестовая. Я родила сама. Без разрывов, без ничего. У меня ребенок, ну, такой вообще немаленький как бы получился. Вот. И 100% все зависит, конечно же, от вашего врача. Вообще, 100% все зависит от вашего врача. Я просто слушала своего врача и делала так, как она мне говорит. И поэтому я родила самостоятельно и уже бегаю, прыгаю. Вот. А если бы у меня было кестовое, я бы сейчас, наверное, лежала бы в лешку. Николь я тоже рожала сама. И тоже у этого врача, у Екатерины Сергеевны, предков.